Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казынцева. В 1944 году в только что возрожденной Московской духовной школе открылся курс лекций по истории русской религиозной мысли. Вел его Анатолий Васильевич Ведерников. В то время еще шла Великая Отечественная война, которая на время ославила государственную хватку на горле церкви. Но жесткий идеологический диктат в стране никто не отменял. Книги по христианству, даже Евангелие давно были изъяты из библиотек. Нельзя было купить их в книжных магазинах, даже в букинистических. И именно в этот период научный сотрудник и преподаватель русской литературы решает обратиться к истории нашей церкви с целью установить живую связь с выдающимися представителями религиозного сознания в прошлом ради обогащения и расширения нашего собственного религиозного сознания. О чем рассказывал Анатолий Васильевич Ведерников студентам духовной школы? Читатели узнают об этом, открыв книгу «Религиозные судьбы великих людей русской национальной культуры». Она вышла в свет в издательстве Московской Патриархии и заняла свое место на нашей книжной полке. Книга Анатолия Васильевича Ведерникова «Религиозная судьба великих людей русской национальной культуры» представляет собой курс лекций по истории русской религиозной мысли, прочитанный автором в 1944-48 годах в Православном Богословском Институте, преобразованном затем в Московскую Духовную Академию. История религиозной мысли рассматривается в хронологических рамках XVIII-XIX веков через повествования о жизни и судьбах наиболее выдающихся представителей русской культуры. Раскрывая религиозный мир великих людей, Ведерников указывают пути, на которых силой благодати Божией совершается спасение человека для вечности. Лекции печатаются без изменений в том виде, в котором подготовил их сам автор. И прежде чем говорить о самом курсе истории русской религиозной мысли, издатели вкратце рассказывают о его авторе Анатолии Васильевича Ведерникове. Составитель вводной статьи, заместитель главного редактора издательства Московской Патриархии Евгений Семенович Полищук пишет, «Родился Ведерников 31 октября 1901 года в простой и глубоко верующей крестьянской семье Тверской губернии. Его отец, как тогда говорили, выбился в люди и стал стольером-краснодеревщиком столь высокого уровня, что получал даже высочайшие заказы из Петербурга. От отца на всю жизнь Анатолий Васильевич унаследовал любовь к ремеслам, бережно храня инструменты отца и, никогда не упуская случая, смастерить что-либо своими руками». Высшее образование Ведерникову пришлось получать уже в советское время, и не без трудностей, ведь по ведомостям новой власти он числился сыном середняка, и дорога в государственные вузы была для него заказана. Однако ему удалось поступить на литературное отделение частного Московского института слова, в профессорской преподавательской корпорации которого в то время состояли такие известные люди, как философ Николай Александрович Бердяев, литературовед Сергей Константинович Шамбинага, критик Юлий Исаевич Айхенвальд и многие другие, преподававшие одновременно и в Московском университете. Таким образом, Анатолий Васильевич получил фактически университетское образование, защитив в 1924 году кандидатскую диссертацию «Природа поэтического образа». Но прошло почти 20 лет, прежде чем он смог применить свои знания для служения Церкви. Через месяц после интернизации новоизбранного патриарха Московского и Всеруссия Сергия Строгородского началась подготовка к открытию в Новодевичьем монастыре Православного богословского института и пастырско-богословских курсов, преобразованных через два года, соответственно, в Московскую Духовную Академию и Семинарию. 19 октября 1943 года Ведерников был зачислен в штат возрожденных духовных школ. С самого их открытия, а занятия начались летом следующего, 1944 года, Анатолий Васильевич выполнял обязанности инспектора и секретаря правления этих школ. Но он отнюдь не ограничивался организационно-административной деятельностью, но и преподавал сам. В течение почти пяти лет читал в Академии курс «Историю русской религиозной мысли». Когда в 1947 году при Московской Духовной Академии была образована аттестационная комиссия, автору курса было присвоено звание доцента, которое было утверждено Святейшим Патриархом Алексеем I, однажды лично удостоившим Ведерникова посещением его лекций. «Историю русской религиозной мысли» Ведерников рассматривает в хронологических рамках XVIII – первой половины XIX века. Материал он излагает неотвлеченно, но главным образом через повествование о жизни и судьбах наиболее выдающихся представителей этой мысли. Из деятелей XVIII века – это архиереи времен императора Петра I, митрополит Стефан Еворский и архиепископ Феофан Прокопович, святитель Тихон Задонский, митрополиты времени императрицы Екатерины II, Гавриил Петров и Платон Левшин, преподобный Паисий Величковский, первый русский публицист Иван Тихонович Пасашков, издатели Николай Иванович Новиков и два выдающихся поэта этого века – Михаил Васильевич Ломоносов и Гавриила Романович Державин. XIX век в лекциях Ведерникова – это святитель Филарет Московский, славянофилы Иван Васильевич Киреевский и Алексей Степанович Хомяков, поэты Василий Андреевич Жуковский и Александр Сергеевич Пушкин. Прежде всего, по словам издателей, следует отметить новизну самого предмета, отсутствовавшего в учебной программе дореволюционной академии. Не было, следовательно, ни установившейся традиции преподавания, ни соответствующих учебных пособий. Тем не менее, автору удалось сделать обзор главных достижений русских мыслителей, пройти по вершинам человеческого духа, из которых каждая есть человек с его стремлением к высшему началу бытия, с его неугасимым желанием установить своё постоянное отношение к Богу. Говоря об учёных Ломоносове или о поэтах Пушкине, ведерников останавливается не только на их научных или литературных достижениях, но и на религиозной судьбе этих людей, на тех путях, на которых силою благодати Божией совершается спасение человека для вечности. Тот факт, что величайшие представители русской культуры в большинстве своём были религиозны, с точки зрения автора, имеет громадное значение для освещения и оценки исторических путей нашего народа. При этом, прослеживая жизнь своих персонажей, ведерников в необходимых случаях не закрывает глаза и на свойственные им ошибки, на их взлёты и падения, анализ которых позволяет, проникая в природу греховных искушений, успешнее бороться за восстановление нравственного достоинства личностей в себе и других. «Путешествие наше не обещает быть безопасным», предупреждает ведерников в предисловии к своему курсу. «Отыскивая сокровища религиозной мысли, мы можем потерять верное направление. Всюду нас может манить призрак религиозной мысли, и она действительно проявляется во всём — и в общественных движениях, и в быте народа, и в искусстве, и в науке, и в жизненном подвиге отдельных людей». Но если мы, как искатели сокровищ религиозной мысли, станем вторгаться во все указанные и многие другие области, то неизбежно утратим представление об истинных границах наших интересов. «Мы можем изобрести», — пишет он далее, «Или в пустыне отвлечённых рассуждений, или в лесные чащи мистики, можем попасть и в водоворот борьбы общественных направлений». Как и предвидел автор, он действительно незаконно вторгся, но не в мистику и не в отвлечённые рассуждения, а в запрет на мировоззренческие сферы. В годы создания курса ни о каком водовороте борьбы общественных направлений не могло быть и речи. Существовало единственно разрешённое направление, которому Ведерников как раз и не соответствовал. И конец этой педагогической деятельности был вполне закономерен. В 1948 году Ведерникова внезапно, без какого-либо предупреждения и объяснения причин, отстранили от преподавания и уволили из академии. Это было зловещим предзнаменованием, за которым обыкновенно следовали арест и расправа. Однако был репрессирован и на многие десятилетия только читаемый им курс. Сам же лектор, по милости Божией, остался на свободе. Недели томительной неопределённости были прерваны, наконец, звонком митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича с извещением о новом назначении. Владыка пригласил Ведерникова на работу в недавно созданный издательский отдел Московского патриархата, который митрополит в то время возглавлял, и в котором Анатолий Васильевич стал его ближайшим сотрудником и помощником. Как отмечают издатели, автор этой книги — церковный публицист, писатель, доцент Московской Духовной Академии, ответственный секретарь журнала Московской Патриархии, один из организаторов церковного книгоиздания в советское время Анатолий Васильевич Ведерников был человеком не за страх, а за совесть, верой и правдой послужившим Русской Церкви. Он, как говорят издатели, принадлежал к уже ушедшему от нас поколению людей, которым было суждено на своих плечах вынести все невзгоды, лишения, тяготы времени, стать грудью на защиту христианства, не дать прерваться из глубины веков тянущейся золотой цепи православной традиции, не дать порушить завещанную отцами и дедами православную веру. Об этом свидетельствуют и его труды, в числе которых циклы лекций «Религиозные судьбы великих людей русской национальной культуры». Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. А я на этом с вами прощаюсь и желаю, как всегда, интересного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.